всем пиксельный привет вы на канале пиксельенджер и я придумала новый рисунок по клеточкам это портрет Эннет подруги Уэнстейн рисунок не очень простой но и не очень сложный если будете рисовать со мной по видео у вас обязательно получится для этого рисунка берем черный фломастер для контура синий два голубых посветлее или потемнее можно взять один голубой розовый и фиолетовый можно взять один розовый желтый и бежевый и светло-коричневый или светло-оранжевый чтобы закрасить лицо Эннет у кого нет такого фломастера можно взять цветной карандаш или можно вообще лицо Эннет не закрашивать сначала берем черный фломастер и маркер и начнем рисовать контур рисунка от верхнего края здесь у меня будет верхний край рисунка по серединке нужно закрасить 8 клеток от этой клетки идем вниз по диагонали влево и закрашиваем две клеточки по горизонтали еще идем вниз по диагонали влево закрашиваем две клетки по горизонтали идем вниз по диагонали влево закрашиваем две клетки по вертикали еще идем по диагонали вниз закрашиваем две клетки по вертикали идем вниз по диагонали закрашиваем четыре клетки по вертикали идем вниз по диагонали закрашиваем 11 клеток вниз поворачиваем вправо по диагонали закрашиваем здесь две клетки поворачиваем вправо по диагонали закрашиваем три клетки по горизонтали теперь от этой клетки вверх нужно закрасить полоску 12 клеток от верхней клетки поворачиваем по диагонали вправо закрашиваем одну клетку и судим по диагонали трава и закрашиваем вверх две клетки идем по диагонали вправо закрашиваем две клетки по горизонтали Еще идем по диагонали вправо закрашиваем две клетки по горизонтали и еще раз идем вправо по диагонали две клетки по горизонтали закрашиваем теперь идем по диагонали закрашиваем одну клетку и еще не по диагонали закрашиваем 2 клетки теперь от этой клетки идем вниз по диагонали и закрашиваем две клеточки поворачиваем вправо по диагонали закрашиваем два раза по одной клетке идем вниз по диагонали, вправо закрашиваем и клетки вниз идем вниз по диагонали, закрашиваем здесь четыре клетки по вертикали идем вниз по диагонали вправо закрашиваем 11 клеток по вертикали от этой нижней клетки поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем здесь две клеточки по вертикали еще идем вниз по диагонали влево, закрашиваем три клетки по горизонтали теперь от этой клетки идем вверх, окрашиваем 13 клеток вверх или от этой клетки пропускаем три клеточки влево, отмечаем клетку и закрашиваем такую длинную полоску вниз теперь от этой клетки идем влево по диагонали и закрашиваем две клеточки по вертикали еще идем влево по диагонали вверх, закрашиваем две клетки по вертикали теперь будем рисовать они глаза от вот этой клетки идем вправо и закрашиваем вправо четыре клетки по горизонтали теперь здесь в углу одну клетку закрасим пропускаем одну клеточку вправо, закрашиваем одну клетку еще одну клетку вправо пропускаем, закрашиваем одну клетку здесь идем ниже закрашиваем 3 клетки по горизонтали от этой клетки вниз одну клеточку пропускаем идем влево по горизонтали и закрашиваем 4 клетки здесь в углу закрашиваем одну клетку перепрыгиваем одну клеточку влево закрашиваем одну клетку еще одну клетку влево перепрыгиваем закрашиваем одну клетку а здесь ниже закрашиваем три клетки по горизонтали дорисуем брови и нет от этой клетки перепрыгиваем клеточку вверх идем влево здесь закрашиваем две клетки от этой клетки перепрыгиваем клеточку вверх идем вправо закрашиваем три клетки по горизонтали и дорисуем контур лица от вот этой клетки пропускаем 5 клеток вниз не касаясь бумаги на 6 останавливаемся закрашиваем одну клетку идем вниз по диагонали закрашиваем одну клетку идем вниз по диагонали вправо закрашиваем две клетки идем вниз по диагонали и закрашиваем 5 клеток по горизонтали вправо Идем вверх по диагонали, закрашиваем здесь две клетки по горизонтали и вверх по диагонали два раза по одной клетке. Теперь дорисуем я нить шеи, от этой клетки идем вниз, закрашиваем три клеточки, 10 нижней клетки поворачиваем по диагонали вниз влево, закрашиваем 4 раза по одной клетке. Еще идем вниз по диагонали, закрашиваем три клеточки вниз. С этой стороны повторяем, от этой клетки идем вниз, закрашиваем три клеточки по вертикали. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем четыре раза по одной клетке. Идем вниз по диагонали, закрашиваем три клеточки вниз. Теперь соединяем эту клетку и эту рисуем длинную полоску по горизонтали, это нижний край рисунка. Теперь от этой клетки одну клетку пропускаем вправо, вниз по диагонали, закрашиваем четыре раза по одной клетке. Здесь идем вверх по диагонали, вправо закрашиваем еще три раза по одной клетке. От этой клетки ведем контур, влево клетка вниз, одна клетка, и здесь вправо клетка вниз, одна клетка, два раза. И закрашиваем вот эти восемь клеток черными. И теперь от этой клетки вниз по диагонали вправо, закрашиваем три раза по одной клетке. От этой клетки идем вниз по диагонали влево, закрашиваем три раза по одной клетке. И дорисуем контур волос. От этой клетки идем вверх на одну клеточку, поворачиваем вправо, и здесь нужно закрасить две клетки по горизонтали. От этой клетки идем вверх на клеточку, здесь закрашиваем две клетки по горизонтали. Теперь рисунок будем раскрашивать. Сначала беру синий фломастер. Вот эти две клетки идем в синие, здесь четыре клетки, эти две. Теперь здесь две, вот эти четыре, эти две. Закрашиваем. Теперь я беру голубой фломастер потемнее и закрашиваю вот эти здесь белые полоски голубым. И глаза, вот эти четыре клетки закрашиваю голубым. Теперь голубым потемнее закрашиваю вот эти пять клеток. Если у вас нет голубого фломастера потемнее и посветлее, значит всю вот эту часть здесь на волосах закрашивайте одним голубым цветом. Я своим темно-голубым фломастером отмечаю здесь шесть клеток по вертикали, здесь четыре, здесь одну и закрашиваю. Теперь я беру голубой фломастер посветлее, отмечаю здесь четыре клетки, здесь четыре, здесь три и закрашиваю. Теперь я беру темно-розовый фломастер или сиреневый, и закрашиваю вот эти пять клеток. Здесь отмечаю здесь шесть клеток по вертикали, здесь четыре клетки и здесь одна. И у кого тоже нет потемнее, посветлее, розового или сиреневого, можно все одним розовым цветом закрасить. Этим цветом нарисуем голубой Энет. От вот этой клетки пропускаю четыре клетки влево, на пятой останавливаюсь, вот здесь, и отмечаю три клетки по горизонтали влево. Иду выше, еще три клетки по горизонтали отмечаю, закрашиваю прямоугольник шесть клеток. Теперь беру розовый фломастер посветлее, отмечаю здесь четыре клетки, здесь четыре клетки и здесь три. И закрашиваю следующую часть розовым цветом. Теперь беру желтый фломастер, вот эти белые клеточки, волосы Энет, закрашиваю желтым. И теперь я беру светло-коричневый фломастер или светло-оранжевый, можно взять, закрасим лицо и шею. У кого нет такого светло-коричневого фломастера, можно взять цветной карандаш или можно вообще оставить лицо белым, не закрашивать. И вот такой портрет Энет можно нарисовать по клеточкам в стиле пиксель-арт, очень просто и быстро, в обычной тетрадке в клетку. Если вам понравился мой рисунок, моя идея, как нарисовать Энет, не забывайте ставить лайк под видео, пишите в комментариях, похоже или не похоже, получается ли у вас рисовать со мной по видео. А кто еще до сих пор не подписался на канал Pixel Ranger, обязательно подписывайтесь. На моем канале очень много рисунков по клеточкам и простых и сложных. Всем пока-пока, до новых встреч на канале Pixel Ranger. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok